Музыка — это то, что ты можешь сделать ручками. У всех одинаковые тараканы в голове. Мы проводники для этих людей. Не хватает граммы. Не хватает. Глаза вообще начинают гореть. Бац! И обнаруживаете себя владельцем укулеле магазина. Хочется чем-то отличать. И тут включается магия инструмента, он попадает в руки родителей. Музыка на первом месте. Вы себе понастроили такое количество внутренних ограничений. Мы живем в страшно неулыбчивой стране. Наша работа сделана. Привет всем! Вы смотрите канал Нина Якименко. И сегодня мы находимся в гостях в музыкальном магазине «Музыка рядом». И будем беседовать с прекрасными создателями проекта «Музыка рядом» Настей и Андреем. Привет! Андрей, расскажи, пожалуйста, как все начиналось и почему ты пришел именно в музыкальный бизнес? Начнем с того, что пришли мы, а не я. Да, начиналось все... То есть вы сразу вдвоем начали? Да. Я думала Андрей сначала, потом Настя пришла. Ладно, хорошо. Начиналось все банально, да. Начиналось все с хобби. Я тихонечко начал играть на укулеле. И теперь у меня есть все основания на каждом мастер-классе или занятии, которые я провожу. Каждому, кто знакомится с укулеле, я говорю, ребята, укулеле – это страшно опасный инструмент. Потому что сначала вы начинаете тихонечко играть на укулеле, а потом – бац! И обнаруживаете себя владельцем укулеле магазина. Понятно. Вот. Все просто, да? Ты начинаешь играть. В какой-то момент эта штука проникает в тебя все больше и больше. И в какой-то момент времени ты просто понимаешь, что ты не можешь без этого. А ты начинаешь искать людей, ты начинаешь искать места, ты начинаешь искать какие-то экшены, связанные с укулеле. И когда не обнаруживаешь того, что тебе нужно, шаг за шагом начинаешь строить. Да, ты создаешь сам. Да, да. А Настя, как заразилась этой идеей? Ну, на самом деле, еще, да, там, если чуть-чуть отмотать, то мы оба, да, там, не из музыкальной индустрии изначально, и оба работали в абсолютно других сферах. В какой-то момент, да, у Андрея это было хобби, я наблюдала за этим, и это было очень классно, потому что у человека есть работа, на которую он ходит каждый день, но при этом есть какой-то классный мотиватор вставать, например, рано-рано утром, играть эту музыку не для кого, там, не для выступления, а чисто для себя. И это, безусловно, заслуживает там такого уважения. А потом в какой-то момент так сложились обстоятельства, что Андрей решил уйти с работы, я решила уйти с работы, и мы решили создать для хобби Андрея такое пространство, которого не находили здесь, в Москве, и в какой-то момент, да, у нас сложилась какая-то картинка. Но эта картинка в итоге стала совершенно другой реальностью, вот то, где мы сейчас находимся. У нас не было на старте вот такого представления, и нам просто хотелось классное место, в котором будут происходить различные и мероприятия, будет, ну, то есть место, в котором можно и купить, и научиться, и получить какие-то классные впечатления. И в итоге вот эта вот идея, она все-таки воплотилась, и сейчас мы имеем в виду то, что вот как-то так у нас было в мечтах. Это здорово. А с какими сложностями приходится сталкиваться? Да. Потому что вот укулеле — это такой, с одной стороны, притягательный инструмент, да, вот такой маленький, вот так хочется сразу, кажется, что легко на нем сыграть. А с другой стороны, есть большая гитарная аудитория, которая, ну, не совсем понимает, ну, что это не гитара, не что-то там. Как вы ощущаете этот инструмент, как вы его подаете, и вот с какими сложностями, да, приходится сталкиваться? Сложность номер один, наверное, да, это то, что мы живем в страшно неулыбчивой стране. И это особенно чувствуешь, когда, ну, там, оказываешься, понятно, где-нибудь... И дистанция, я бы еще сказала. Да, да, да. Когда ты находишься где-то в общественном транспорте, да, или в общественных местах, да, ты видишь колоссальное количество неулыбающихся людей. Когда ты находишься здесь, да, внутри, первая эмоция, да, вот даже ты сейчас начала говорить об укулеле, да, и заулыбалась, да, на каком-то полуинстинктивном уровне. Первая эмоция, которую люди проживают, когда они заходят сюда, открывается дверь, и люди знают, что такое укулеле, не знают, что такое укулеле. Это будут гитаристы, да, это будут, не знаю, пианисты или инженеры, да, там, техники, которые вообще никакого отношения к музыке не имеют. Люди заходят, начинают улыбаться. И в этот момент, наверное, это и есть самая большая сложность, да, вот этого бизнеса, в котором мы находимся, поймать, удержать эту эмоцию, дать ей возможность вот не мелькнуть и пропасть, да, а вот что-то такое создать вокруг нее для того, чтобы она продолжила свою жизнь, да, и свое вот какое-то такое свечение дальше. Вот это, на самом деле, самая большая сложность, потому что все остальное, все, что касается там бизнес-процессов, да, там, это у всех одинаковые сложности. Все, что касается тараканов в голове, у всех одинаковые тараканы в голове, ну, там, во всех кавычках, да, там это можно. Но самая важная штука – это вот эту эмоцию, да, удержать, дать ей возможность вырасти. Особенно это касается тех людей, которые не имеют никакого отношения к музыке. На самом деле, с ними одновременно и легче, и сложнее, да, потому что для многих укулеле становится, ну, вот конкретно инструментом, таким проводником в ту область жизни, которую они вообще никогда не представляли, что они будут иметь к ней отношения. Мы их представляли, но боялись, потому что таких же очень много людей, которые когда-то что-то хотели, но там в школе сказали, у тебя нет слуха, или там музыкальная школа – это семь лет, это сложно, и, в общем, у нас очень много кейсов… Или я сломался на баре на гитаре. У нас очень много таких кейсов, когда люди просто приходят сюда и понимают, что есть какие-то… у них мечты нереализованы, а вот именно в укулеле их можно воплотить. Ну да, кстати, вот с гитарой тоже так часто бывает, что люди говорят, вот я не стал там заниматься, у меня там мозоли на пальцах, еще что-то, у меня слабые пальцы, еще что-нибудь, а укулеле, она как бы открыта, пожалуйста, играй. В этом смысле это такая очень любопытная аудитория, аудитория, которая… Мы опять, у нас разные форматы есть в активности, самый кайфовый формат – это формат, как ни парадоксально, самый простой мастер-класс для тех, кто слабые укулеле первое в жизни увидел. И когда ты понимаешь, что за полтора часа взрослые люди, которые делают пальцами вот так, чтобы попытаться зажать аккорд, потому что это все никак не строится, когда ты понимаешь, что в конце у них срослось два-три аккорда, самым простым боем они играют самую первую песню, ты видишь вот это, которая происходит с человеком. Сияние в глазах. Это, да, это совершенная фантастика. То есть это то, ради чего, в общем-то, этот проект весь строился. Потому что в этот момент люди понимают, что еще вчера, еще там три часа назад музыка – это что-то, что у тебя тикает в ушах, или что-то, что ты слышишь с экрана своего гаджета, телевизора, или, не знаю, может быть, в машине. И тут вдруг музыка – это то, что ты можешь сделать ручками. Это самый, наверное, большой кайф, который ты можешь наблюдать, которому ты так или иначе сопричастен. Да, это круто. Ну да, еще, наверное, такой момент, что все-таки это инструмент радости. Ну вот, да, мы начали, начиная с того, что это визуально, такой очень миленький инструмент, который выглядит классно, его хочется потрогать. Но звучание, то есть, когда люди начинают играть, они понимают, ну вот это слышится, что он такой очень солнечный, в нем, в нем вот как будто закачано это солнце, да, там, гавайский, не гавайский, неважно, вот, ну, сама укулеле, она несет такую эмоцию. И у нас осенью было несколько кейсов, когда приходили девочки, говорили, сейчас очень плохая погода, серо все вокруг, я хочу такого антидепрессанта. И укулеле вот именно таким становилось решением, потому что в этот момент, ну, во-первых, что-то осваиваешь новое, во-вторых, это что-то приятное, тактильно, красивое, миленькое, и звучит еще радостно. И на мастер-классах тоже это одна из таких классных вещей, когда люди после работы, уставшие, полностью на каких-то своих бытовых заботах, приходят и на полтора часа просто выключаются и получают какой-то невероятный, ну, такой новый опыт и еще на таком вот веселом инструменте. То есть это такая... Насчет тональности, у нас такая есть внутренняя маленькая шутка, что, ну, это на самом деле, это на самом деле так, да, на укулеле не играются грустные песни, вот никак. Вот ты можешь убиться. и все равно миленькие получаются. Люди, которые пытаются играть нирвану, в конце концов, приходят к этой формулировке, что приходится играть нирванку на укулеле. Нирванку. Вот, и наша внутренняя шутка, да, о том, что чтобы ты не играл, какую бы драму ты не пытался сыграть на укулеле, у тебя все равно получается хейджут. Да, то есть такая штука, которая все равно будет тебя качать. хейджут подходит. Внеизбежно, вне зависимости от того, что было первопричиной, там как ты все равно выходишь на эту тональность, она тебя вытягивает. Но это, кстати, одна из тех причин, по которой некоторые вот гитаристы как раз и отказываются от укулеля, да, или где-то там дистанцируются от укулеля, потому что гитара не хватает. Басы всегда сопряжены с этим, да, вот с каким-то напряжением, да, таким дополнительным. А укулеле очень легкий инструмент, да, он в некотором смысле эмоционально, ну, чуть более ограничен, что ли, вот в этом, в светлом спектре, да, и поскольку это происходит, то многие говорят, ну, вот нам не хватает, нам не уютно, а как же вот слезу, да, там прокатить, да, вот как-то там вот что-то такое. Но если как дополнительный инструмент, вот чтобы вот, как антидепрессанты, мне это не кажется, каждый гитарист должен. да, да, да. Ну, с точки зрения гитаристов еще, конечно, у нас очень много таких было моментов, когда заходит человек, ну, и с такой эмоцией, что это не до гитара, что это не до инструмент какой-то там без двух струн, вообще какой-то непонятный, маленький, и, ну, как бы, это типа понятно, а вот это нормальные инструменты, да, полноразмерные гитары, но у нас, к счастью, было очень много примеров, когда мы давали в руки инструмент, ну, как бы, вы просто попробуйте, и когда даешь особенно хорошего качества, хорошего уровня инструмент, и часто это был инструмент, например, с подключением, просто видишь, как глаза вообще начинают гореть, ну, как бы, у человека меняется мнение об этом, ну, то есть, он понимает, что в этом что-то есть, и по факту у нас очень большая с Андреем работа проходит, первое, это по тому, что в принципе рассказывают, что такое укулеле, потому что до сих пор есть очень много людей, которые заходят, так, это детские, понятно, это взрослые, и вот как бы ты просто рассказываешь, потому что далеко не все еще знакомы с принципи, с таким инструментом, второй момент, это вот как раз-таки вот эти мифы развенчивать, и рассказывать о том, что это полноценный инструмент, он просто другой, он никогда не будет звучать как гитара, потому что изначально в нем заложены другие смыслы, но при этом это не инструмент, ну как бы он не ограничен только одним видом боя и тремя аккордами на нем можно играть различными техниками в совершенно разных стилях, и мы всегда приводим в пример там того же Джейк Шимбукуру, который богемскую рапсодию просто великолепно сыграл на укулеле, и весь зал просто встал и аплодировал, ну то есть вот эта работа у нас идет не просто, ну как бы вот мы магазин, и здесь у нас есть какие-то товары, у нас здесь смыслы, и мы этим постоянно апеллируем, мы постоянно общаемся, у нас очень редко бывает, что мы поговорили 10 минут с человеком, и он ушел, да, там, у нас это час-два бывает, то есть у нас есть очень много гостей, которые к нам просто регулярно заходят посмотреть там новинки, поговорить, обсудить, и это классно, потому что в этот момент у людей меняется представление, дальше они, если это взрослые, они своим детям рассказывают, то есть взращивают, да, там, вот эту культуру, которой у нас в нашей стране нет, да, там, Европа, Америка, она живет с укулеле уже очень много лет, и прекрасно они все понимают, что это за инструмент, то у нас потихонечку только это все формируется, и это очень здорово, и когда детки, например, приходят, у нас есть как взрослые мастер-классы, так и детские, то есть там прям ребятишки приходят, и они играют, у них еще нет вот этих шор, каких-то, там, социальных установок, и это так здорово, то есть вот они уже с детства понимают, что есть какой-то классный инструмент, быстро получается, очень весело, и вот это, наверное, самая главная ценность вот этого места, потому что здесь постоянно вот это вот формирование, да, там, какого-то другого мнения об укулеле, и знакомство людей с укулеле происходит. Ну, еще такой маленький момент хочу сказать, прошлый год он, в принципе, такой был особенный для всех, мы находимся на очень классной территории, где летом вообще супер много гуляющих людей, причем с разных районов Москвы, но в том году большинство людей не уехали никуда в отпуска, и мы познакомились с огромным количеством людей, которые живут вокруг, и они просто гуляли каждый вечер, ища вот эти впечатления, и, соответственно, здесь появился, ну, наш магазин, как раз это первое лето наше было в прошлом году, и мы познакомились с огромным количеством людей, и взрослых, и детей, и это было очень классно, то есть прям очень интересная история, когда очень много людей вдруг поняли, что есть что-то такое, куда можно приходить. Ну, вот расскажи, как раз, расскажите про проект «Музыка рядом», да, то есть это же не только музыкальный магазин, вы не только продаете инструменты, что к вам приходят мастер-классы и детишки, и взрослые, вот расскажите о вашем образовательном проекте в том числе. Ну, мы начали как моно-магазин, да, изначально мы думали, что вот укулеле, мы на этом были сфокусированы, и сейчас укулеле, как бы там ни было, занимают большую долю, да, и больше внимания, да, там, мы уделяем все же укулеле, но мы в какой-то момент пришли к тому, что все-таки музыка на первом месте и какие-то творческие задачи на первом месте, и плюс в нашем магазине стали появляться и другие инструменты, и, конечно же, мы искали какое-то такое решение, в итоге, на самом деле, все вот эти идеи, которые крутились у нас в голове на самом-самом старте, они вот сейчас до конца нами сформулированы, что это магазин музыкальных впечатлений, что здесь есть инструменты, которые можно потрогать, познакомиться, посмотреть, купить, здесь можно научиться играть на них, сейчас это укулельные мастер-классы, но, конечно, в перспективе, да, там, по запросам мы видим, что нужно добавлять какие-то другие инструменты, иногда бывает вообще, вчера нам говорили, что к Алимбу, позавчера к нам приходил человек, давайте Ханг, ну, в общем, тут разная аудитория ходит и запросы, то есть, мы собираем, когда есть накопительно много каких-то моментов, то мы формируем, плюс это обслуживание инструментов, то есть, опять-таки, да, эта история с укулеле, как некоторые покупают и даже не знают, что, в общем-то, струны надо на ней менять или что нужно как-то за ней ухаживать, соответственно, мы тоже об этом рассказываем, мы это делаем здесь, ну, и, собственно, что касается впечатлений, это какие-то мероприятия, концерты, вот за прошлый год нам удалось, сколько, Андрей, три раза, да, наверное, всего лишь сделать? Ну, после карантина, да, после карантина, да, всего лишь три раза, но у нас, нам, конечно, здесь хочется делать чаще каких-то и камерных концертов, каких-то таких движений, у нас один раз была такая укулеле-вечеринка, это было на открытии магазина, когда здесь был мастер-класс и open mic, и, то есть, какая-то такая движуха в конце, такой микс всяких композиций был, это очень круто, и вот нам очень хочется, чтобы именно вот в этом направлении как бы, да, там дальше двигаться. Да, это очень здорово. Ну, у нас, у нас просто до карантина мы же начали и мы читали потом, мы сидели на карантине, у нас было много времени, мы подбивали статистику, и вот в период с открытия, примерно с какого, 7 декабря, да, мы, по-моему, открылись? 7 декабря мы открылись. Да, да, с 7 декабря и вот до конца марта, да, это вот 4, почти 4 месяца, да, у нас здесь каждые 4 дня что-то обязательно происходило, вот если усредненно, на это смотреть, а всю оставшуюся часть, ну, с учетом всех ограничений, мы уже сидели и ждали, ну, когда, наконец, да, там дадут какое-нибудь разрешение, и мы готовы работать в любом формате с микрогруппами, 3 человека, это будет 4 человека, то есть если до карантина там на мастер-класс у нас приходили там по 25 человек, да, по 30 человек, то после карантина понятно, что это и естественные ограничения, да, карантинные, ну, и плюс там действительно люди боятся, да, до сих пор, то мы, прямо вот работаем в этих микрогруппах, там 3, 4, 5, да, там и уже там 8 человек, и ты уже смотришь, такой, это же толпа, практически, вот, но это, это действительно важно, да, и здесь вот, ну, та миграция, что ли, понятие, вот, о которых Настя начала говорить, мы открылись, как музыкальный магазин, то есть мы говорили, ребята, вот укулеле, да, прекрасный инструмент, с помощью которого вы там что-то еще, но это была именно история вот, вот, ну, как бы фокуса, вот мы сосредоточились на, ну, если выражаться сухим языком, на товаре, да, вот он товар, вот этот прекрасный предмет, да, там, будучи вот таким, вот, вот имея такие-то характеристики, вот чего-то там вас куда-то приведет, да, но со временем становится понятно, что людям по большому счету все равно, они будут играть на укулеле, или они будут играть на губной гармошке, да, они будут что-то там настукивать, не знаю, на кахоне, или у нас был прекрасный совершенно пример, мы проводили один из конкурсов, кавер на песню, кавер конкурса «Синьорита», да, вот, и у нас была девочка, которая сделала кавер на пластиковом стаканчике, ну, ничего себе, она там так стучала, и это было так круто, это было просто фантастика, она у нас попала в финалисты, и в этот момент, ты когда на эти вещи смотришь, да, ты понимаешь, что музыка в центре, да, люди хотят не инструмент, да, люди хотят не укулеле, или не гитару, да, там люди хотят музыку, люди хотят играть, люди хотят себя почувствовать в этом потоке, а дальше уже все, вот, что это будет в руках, да, там дальше, это уже имеет не такое большое значение, и мы скорее, то место, там та площадка, которая, которая, в общем-то, вот все это время, эту формулу и повторяла в то или иною обличье, что музыка на самом деле ближе, чем вы себе думаете, чем вы себе представляете, да, что вы себе, дети не ограничены в этом смысле, вы себе понастроили такое количество внутренних ограничений, да, вы себе не даете возможности, да, там где-то проявиться, да, или просто позволить себе, элементарно позволить себе что-то сделать, да, вот околомузыкально, да, там или музыкально, и по большому счету, наша функция здесь, вот именно какую-то вот эту стеночку пробить, она на самом деле страшно тонкая, да, эта стена, да, и если нам удается ее где-то расклинить, то наша работа сделана. Отлично. Расскажите, какие у вас есть самые дорогие укулеле и самые дешевые, и почему, то есть из каких материалов они делаются, это очень интересно, я думаю, даже будет гитарная аудитория. Как мне кажется, в самом вопросе заложен вот эта вот точка стереотипа, в отношении укулеле, которая на самом деле очень распространена. Это не касается ни гитаристов, ни гитаристов, да, просто очень многие люди знают укулеле с точки зрения, что укулеле это такая штука, которая за три копейки продается в Ашане или на Вайлберес, да, ну как бы вот, ну или на Алиэкспрессе можно заказать, да, и на этом вот примерно закончилась история. Признать, что укулеле инструмент, вот просто музыкальный инструмент, да, это такое на самом деле, ну такой аттракцион, да, потому что люди иногда заходят и говорят, а вот какая у вас самая дорогая укулеле, и ты такой называешь цифру, там 100 тысяч, да, там 109 тысяч, и тут в этот момент такой, видно, что файлы где-то не сходятся, можно ее посмотреть, да, и это неважно, да, там человек играет в этот момент или не играет, да, там он опять-таки, да, там какой имеет отношение к музыке или не имеет к музыке, просто сам по себе факт, да, что то, что ты можешь за 700 рублей заказать на Алиэкспрессе каким-то странным образом, а там стоит 100 тысяч, да, это вещь, которая, ну вот просто пробивает воображение. На самом деле, вот как только ты признаешь, что укулеле это инструмент, как только ты вот начинаешь понимать, да, что за этим стоит работа, потому что по большому счету при всей малости этого инструмента, да, там это такая же точно работа лютье по степени сложности, как это происходит с гитарой. Более того, как говорят сами, вот те люди, которые делают укулеле, да, они-то считают, что это даже сложнее, чем гитара, да, потому что у тебя задача в супермаленьком корпусе сделать так, чтобы он звучал. Я тоже об этом подумала, когда ты сказал. И это такая, это штука, и все, и, собственно говоря, как только вот ты вот эту точку признаешь, да, что укулеле это музыкальный инструмент со всеми вытекающими последствиями, да, все сразу становится на свои места, потому что тут же возникает понимание, да, что есть, как, как, ну, вот если мы будем с гитарами сравнивать, да, есть дешевые гитары, да, там есть дорогие гитары. Если мы будем идти шаг за шагом, выясняя, чем отличается дорогая гитара от дешевые гитары, то ровно такой же алгоритм, да, будет и укулеле. Абсолютно, да, то есть это будет, безусловно, технология, это будет, безусловно, материал, это будет, безусловно, фурнитура, это будет, безусловно, все то, что связано со струнами, колками, внутренними всякими штуками и элементами. Алгоритм и принцип абсолютно ровно такой же. Другое дело, что действительно, хотя, насколько я помню, в гитарах тоже есть супер дешевые инструменты. Ну, конечно. Вот точно так же в укулеле, да, там существуют супер дешевые инструменты. Мне немножко, ну, тут сложно, да, немножко жаль, с одной стороны, что оно не существует, и как бы вот общую картинку, да, там портят. С другой стороны, действительно, есть колоссальное количество людей, да, которые просто вот вступают в этот коннект, да, с этим инструментом, да, а потом приходят, например, к нам, да, и вот берут в руки инструмент другого грейда и говорят. Оно может так звучать? Ну, оказывается, эта штука может не только на стене висеть, да, там, или там быть прекрасной частью фотографии в Инстаграме, да, там, но еще и звучать каким-то образом. И в этом смысле, ну, спасибо всем тем, кто делает укулеле доступными, да, мы, наша идеология, да, вот нашего проекта устроена так, что мы все-таки изначально относимся к этому как к музыкальному инструменту, поэтому ступенька, да, там, вход, да, там, в инструмент у нас все-таки повыше, да, по цене находится, и мы намеренно совершаем такой отбор инструментов. Для нас это кажется важным, потому что, опять-таки, как и в любой индустрии, есть колоссальное количество производителей, да, и у каждого производителя есть очень длинные ряды и линейки, и не всегда эти ряды и линейки продуманы, да, они всегда, они как-то одна с другой коннектятся, да, и в идеологическом смысле, и в финансовом смысле, вот, и поэтому мы в некотором смысле стараемся упростить задачу для наших гостей, вычищая вот все то, что мы можем убрать из этого ряда, да, чтобы картинка перед глазами получалась стройная, да, и чтобы те инструменты, которые люди берут в руки, даже если это самые небольшие, самые бюджетные по цене, но там предложение, чтобы это были достойные инструменты, чтобы это не была такая штука, а при продаже которой ты как бы так прятал глаза и говорил, ну это как бы вот... Ну понятно, понятно. Здесь позиция такая, что здесь нет ни одного инструмента, который здесь случайно, и здесь нет ни одного инструмента, у которого бы мы так или иначе стыгились, то есть здесь все работает. Ты можешь показать самую дешевую гитару, вот прям показать ее, да, и сколько она стоит здесь в магазине? Ну такая штуковина, да, это довольно известная, ну и очень, насколько я понимаю, в стране широко представленная серия компании Flight, да, это travel укулеле, да, на самом деле это укулеле, которое имеет два назначения, первое назначение это безусловно travel инструмент, это пластик плюс немножко дерево. Только хотел сказать, укулеле есть travel серия, обычно же это меньше, наверное, модель гитары travel называется. Укулеле есть travel серия, да, у нас есть укулеле компании LAC, да, которые прям вот тоненькие, сделаны из облегченного дерева, то есть казалось бы, куда еще уменьшать укулеле, но тем не менее есть. Здесь основная логика тревела, да, заключается в том, что это абсолютно неубиваемый инструмент, да, он никак вообще, то есть это пластик-пластик, да, он никак не чувствителен ни к температурным колебаниям, ни к изменениям влажности, да, более того. Такая походная, да. Да, при том, что здесь вроде бы как есть дерево, да, но мы видели прецеденты, когда это оказалось в воде, да, потом просто вот так вот это все вотряхивалось, высушивалось и все оставалось на своих местах. А второе применение этого инструмента – это маленькие дети, потому что очень много людей, очень много родителей, или это дети, которые просят гитару, ну, видя, как дома есть какой-то музыкальный инструмент, да, и они начинают просить потренькать, начиная с какого-то прямо вот очень-очень малого возраста, то есть 2-3 года, да, буквально. И это тот инструмент, который можно дать в руки ребенку, он абсолютно безопасен. То есть это пластик, который не бьется, здесь гриф сделан из пластика, здесь лады сделаны из пластика, то есть даже если… Лады даже? Да. Лады из пластика сделаны, да, конечно. Да, то есть если даже очень захотеть… Ну, если ты понимаешь, труды здесь тоже вечные, потому что они не протрутся никогда. И, соответственно, это инструмент, который, ну, для многих действительно становится таким прям вот входом, да, у нас очень много импульсных покупателей, да, вот те, кто приходят, вроде как, ну, вот они оказались здесь, они посмотрели на все это великолепие, да, они даже вот вроде загорелись, да, но понятно, что сделать шаг, да, и отдать, там, 10 тысяч за инструмент на старте, да, это не все могут себе позволить. Ну, да, да. А здесь это вот та самая история, когда импульс и качество этого инструмента, да, где-то находится вот в одной точке, да, то есть это достаточное количество денег, да, которое ты можешь потратить на импульсную покупку, да, а с другой стороны видно, что ты покупаешь не игрушку. И стоимость какая? 3,5 тысячи рублей. 3,5 тысячи. То есть это прямо вот такой самый, ну, да, у нас, получается, самый стартовый, да, там, получается, у нас инструмент. Вот, это довольно большая серия, она вся такая яркая, разрисованная, и, в общем, здесь все могут себе выбрать на любой вкус. Ну, для детишек, мне кажется, очень здорово, еще и яркая. Дети, дети, ну, во-первых, дети... Дети выбирают глазами, по большей части, для них это классно. Да, дети не делают разницы, это для нас укулеле, не укулеле. Укулеле – это не гитара, гитара – это не укулеле. Укулеле – это гитара. То есть это прямо вот, ну, вот вообще без вариантов, да, поэтому маленькие дети, для них это гитара, а еще вот всякие там пины им вешают на ремень, и вот они становятся, и все, они уже... Рок-звезды, да? Да, и дети в трехлетнем возрасте не учатся играть, они уже умеют как-то. Да. Да, поэтому все нормально, да, то сразу все происходит. Вот, а еще у этих инструментов есть побочка, когда это покупается для детей. И бывает такое часто, когда дети в самом младшем возрасте, ну, что-то там потренькали, да, там две недели и забыли, да, по большому счету им дальше это неинтересно. И тут включается магия инструмента, он попадает в руки родителей. Количество кейсов у нас просто колоссальное, да, когда люди взрослые начинают играть на вот этом вот инструменте, который купили для ребенка. Да, опять-таки, да, там ровно потому, что это не игрушечная история, да, абсолютно нормальный, живой, полноценный инструмент. Угу, угу. Вот. Так, а самая дорогая? Самая дорогая вот у тебя висит за спиной. Это совершенно особенный инструмент. Да, это, это... Он уже, вот ты просто коснулся в строну, я уже почувствовала, да. От него, знаешь, такое аура, такая, что течет так, звук. Это совершенно особенная компания, да, это совершенно особенный инструмент. Компания называется Rebel. Компания, которая... Компания мастерской, да? Это мастерская, это небольшая мастерская, которая работала какой-то период времени на один из топовых гавайских брендов, то есть делала для них инструмент. Ребята сделали бренд, который называется Rebel, да, то есть они такие повстанцы, они начали делать другие инструменты. Угу. Это касается отбор материалов, это касается технологий, которые они используют, это касается всяких разных фишечек, да, которые находятся внутри, и их продукция очень ценится на вот рынках, которые иначе относятся, да, к кукулере, ну, и в высоком ценовом сегменте. Они очень хорошо известны во всем мире, а... Это ручная работа. Да, это полностью ручная работа, и это один из тех примеров, когда инструмент полностью сделан из массива дерева. И это, конкретно, это из массива манго. Это сделано, да, из массива манго, и манго – это один из тех инструментов, который нежно любим укулеле индустрии. С точки зрения того, как устроено дерево, его просто невозможно раскатать на гитарную деку, да, но манго – очень музыкальный инструмент, очень такой, как они это называют, сладкоголосый инструмент. Этот прекрасный инструмент, мне даже страшно его держать в руках, стоит 108 тысяч. И он того стоит? Да, мне тоже показалось, что он того стоит, потому что даже приятно его держать в руках, не то что слушать. Спасибо. Ребята, расскажите, как выбрать свою укулеле? Вот если такой огромный диапазон, да, от трех с половиной до 108 тысяч, вот человек заходит, он теряется. Ну, это, да, такая уже отработанная, так скажем, история. У нас всегда, ну, у нас есть задача давать выбор, но при этом на старте мы всегда задаем некий вектор. Ну, то есть, во-первых, нужно, чтобы инструмент, как бы это ни звучало сейчас, чтобы он внешне очень нравился, потому что это настолько эмоциональная история, что должно хотеться брать ее в руки. То есть, чтобы это вот не просто лежало где-то там, куплен, может быть, он будет великолепно звучать, но если он визуально не вызывает никаких эмоций, то, ну, это такая история, ничего не получится. То есть, первый пункт – это внешне. Второй момент – это размеры, потому что укулель бывает разных размеров, и, соответственно, есть такое решение на старте – это концертный размер, он средний размер, и, как правило, да, там, это универсальное решение и для начинающих, и те, кто продолжает. Вот, но мы обычно даем несколько размеров просто попробовать, поддержать, потому что это такая, ну, если это офлайн, да, продажа, да, там, если это общение именно в магазине, поддержать, попробовать, потому что кто-то любит вес, и ему хочется побольше, кто-то, наоборот, говорит, я хочу компактную, чтобы ее везде с собой брать, и это, ну, непередаваемая история. Вот, и, соответственно, размер – это второй момент. Ну, и третий, разумеется, звучание, потому что каждый инструмент, да, там, понятно, что они все маленькие, но каждый инструмент, так же, как и в гитарах, от разного дерева, от различных конструкций, он звучит по-разному. Разные струны, опять-таки, да, там, где-то карбон, где-то нейлон, и вот он, разный звук. Ну, а дальше уже начинаются какие-то детали, и, ну, там, естественно, бюджет, да, там, у кого-то это, там, один, соответственно, мы смотрим в одном диапазоне, у кого-то это другой, вот, и, соответственно, вот таким путем мы двигаемся. Потихонечку, да, там… Классная схема. Потихонечку, да, там, вот, просто даже вот эти три вопроса очень сокращают поле, потому что у нас сегодня, например, забежала девочка, которая сказала, что так, мне нужна красивая, я буду снимать блоги, там, в Инстаграме вести, там, свою музыкальную страничку, и ты понимаешь, что, так, вот это, вот это, вот это, наверное, надо предложить, и, в общем-то, там, попадаешь в большинстве случаев. Ну, да. Ну, это как вот взаимоотношения с человеком. Сначала внешность, потом уже начинаешь общение более глубоко, и понимаешь, что твое не твое. Да, это с инструментом. Здорово. Здесь технических характеристик будет не хватать. Да, и они даже не важны для большинства, потому что у нас вот все-таки большинство наших гостей – это любители, да, там, и те люди, которые зашли просто любопытствовать о том, что это такое, и им вообще не важно, из какого материала там гриф, порожки, колки, что такое колки, да, там, ну, как бы, это вообще для многих запредельная история, и по факту она не нужна. То есть им нужно готовое решение. А укулеле – это не такая история, как, например, гитара, там, все доводят их активно, да, там, все под себя как-то их делают, то по большей части, ну, или мы, по крайней мере, работаем с такими брендами, которые на старте предоставляют инструмент, готовый к использованию. То есть он прекрасно выглядит, он укомплектован чехлом, то есть этот инструмент взял и можешь пользоваться. Вот, и, соответственно, в этом векторе мы и двигаемся. Ну, отлично. А что бы вы посоветовали, нас смотрят в основном гитаристы, что бы вы посоветовали гитаристам, будучи вот такими проповедниками укулелем? Андрей? На самом деле уже все прозвучало, да, просто признать, что существует такой музыкальный инструмент. Во-первых, да. Ну, на самом деле, на самом деле это единственная точка, потому что все остальное дальше складывается. То есть как только, ну, люди же смотрят на мандолину, да, и не говорят, что это какая-то недогитара. Вот, да, вот странно, домра даже, вот она же звучит, люди смотрят на скрипку и не говорят, что скрипка – это недоконтрабас, да. То есть, но есть какая-то, непонятно почему, да, претензия, да, по отношению к укулеле, да, что это какая-то недогитара, да. Вот это вот, как только эту формировку убираешь, там дальше все начинается, да, все иначе. У нее, еще раз, да, при всем, при том, что мы вот обсуждали, да, там, да, до этого, там есть, там есть глубина, там есть богатство звучания, там есть невероятный кайф, музыки с собой, да, ведь это же вот эта вот бесконечная проблема гитары, да, что любая гитара, которая либо ты тащишь с собой, этот огромный, да, там, баул, да, там, либо ты вынужден… Либо ты не тащишь и не занимаешься. Да, либо ты вынужден постоянно искать какое-то компромиссное решение, да, там, корпус поменьше, штучки побольше, вот это вот как бы так, вот это вот, и вот эта вот история, да, да, что здесь у тебя есть возможность взять с собой маленький, ну, еще раз, да, без всяких кавычек, полноценный маленький инструмент, и вот эта штука, когда ты оказываешься в каком-то любимом или, наоборот, новом месте, да, там, где-то в путешествии, да, и когда ты можешь просто вот сесть и сделать свой, да, там, фантастический трунь, да, там, или какой-нибудь фантастический фингер-стайл, да, вот здесь же, да, вот в этом ощущении, да, в этой локации, это самая главная вещь, которая здесь, здесь, как только ты признаешь, да, там, факт существования этого инструмента, на самом деле жизнь становится богаче, сразу же богаче, в ней появляются новые возможности, все. Новые краски, вот то, что вот мы обсуждали, что более солнечное такое вот нечто. Ну, и в принципе, получается, что, наверное, следующий шаг после признания, это все-таки прийти попробовать, потому что, к счастью, сейчас укулельная индустрия в нашей стране тоже развивается и появляется огромное количество очень достойных инструментов из классных материалов, классно выглядящих, классно звучащих. Вот один из примеров, который сейчас показывал Андрей. И когда вот это попробовать живу и понять, что, ого, здесь действительно что-то есть в этом, наверное, оно вот сдвинется из какой-то такой мертвой точки. Плюс у нас достаточно много сейчас уже появляется знакомых именно гитаристов, то есть это их профиль, но у них укулеле именно такой формат для тренировок быстрых, то есть настроить укулеле это там 2 секунды и, в общем-то, пока ты что-то, не знаю, ходишь по дому, не знаю, можно за 10 минут наиграть несколько треков и, в общем-то, потренироваться, или какую-то идею отработать. У нас есть знакомые, которые, например, пишут песни, в том числе укулеле просто помогают какую-то там мелодию быстро построить. И это тоже такое решение для какой-то определенной задачи. Ну, здорово, ребята, все приходите в этот прекрасный магазин и попробуйте вживую ощутить эти новые краски. И традиционный мой вопрос, какие у вас бизнес-творческие планы? Потому что ваш бизнес очень связан с творчеством, поэтому назовем это так. Мы занимаемся бизнес-творчеством. Да. Мне нравится. Ну, наверное, это вот продолжение, во-первых, тех моментов, которые мы обозначили, потому что наш проект существует полтора года. И первый год вообще совпал со всей этой ковидной, кризисной историей. И, как я уже сказала, мы сказали вначале, что мы не из музыкальной индустрии. Соответственно, у нас вот этот первые полтора года это такое бесконечные эксперименты, пробы и поиски вот именно своего вектора, потому что сейчас очень большое количество музыкальных магазинов, не только сетевых, больших, крупных, но и какие-то локальных появляется. и действительно хочется чем-то отличаться и быть своей, ну, как бы чувствовать именно свое, то есть не просто отличаться и делать что-то другое ради отличия, да, а именно вот чтобы было классно, потому что мы ушли со своих работ в работу мечты, то есть в работу, в которую бы нам все время хотелось приходить. Здесь наш второй дом и к счастью, да, несмотря на все эти сложные моменты прошлого года, у нас наоборот очень много идей и наконец мы поняли в чем наши отличия и в чем нам хочется развиваться, там вот эти вот несколько слагаемых, вот этот вот именно концепт впечатлений, да, когда это не просто магазин, когда это место, в котором человек получает все, получает сервис, получает прекрасный инструмент, получает возможность поучиться, пусть даже на один вечер, да, такой вот экспириенс, да, это сейчас очень, мне кажется, актуально, особенно после прошлого года, когда люди сидели долго в заперти, да, не в одиночестве, неважно, там заперти, и произошла такая переоценка вообще своего времени, кто на что его тратит, и, соответственно, сейчас там появляется очень много людей, которые действительно хотят что-то новенькое и вот такое для души, и мы очень хотим и продолжаем, да, вот это поддерживать для души, и очень часто мы видим людей, которые сюда приходят, и кто-то стесняется, кто-то боится, и мы, мне очень нравится это слово, которое нашла для нас проводники, то есть вот мы проводники для этих людей, от их желаний к реализации, будь то укулеле, или гитара, или что-то другое, мы им помогаем, да, прийти к тому, что вот у них давно, да, там сидит в душе и никак не может найти решение. У вас очень чудесный и креативный подход, я прям слушаю, думаю, все вы были бы такими продавцами, ну, просто очень здорово. Спасибо. Ну что ж, наша беседа подошла к концу, к сожалению. Очень-очень интересно, спасибо вам большое за то, что уделили время, за то, что вы занимаетесь таким чудесным делом, и еще раз приглашаю всех в этот прекрасный магазин, вам желаю дальше развиваться, и идти своим путем, идти путем сердца своего, очень-очень круто, очень классная идея, в общем, я думаю, что все получится. Спасибо огромное. Спасибо. Ребята, подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал, впереди много всего интересного и классного, также у ребят тоже есть свой YouTube-канал, подписывайтесь на него, и до новых встреч, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин